И куда полетишь отдыхать? Да я летать боюсь. А ты перед полетом выпей? А когда выпьем, мне и тут хорошо. Интересно, а как гроты под землей ориентируются? В каком направлении им надо купать? У гротов хороший слух. Они слышат, как растет морковь и туда купают. А нафига им морковь? Ну, она для здоровья полезна. Перюха, ты не поверишь. Мне на базаре такого наговорили, такого наговорили. Последними словами обзывали. Ну, Матрена, сколько раз я тебе говорил. Не ходи туда, где тебя знают. Дорогой, что наиболее благоприятное я могла бы сделать в твой день рождения? Прикинуйся, глухонемой. Матрена, ты что будешь петь? Настойку или наливку? Ну, если вы настаиваете, настойку. Если наливаете, наливку. А у нас самоуслуживание. Ну, тогда самогонку, блин. А слыхал? Петухи дали 10 лет. За что? За то, что жену бросил. Да не гони ерунду. За это срок не дают. Я сам бросал двух жен и ничего. А ты с какого это же бросал? Матрена свела моего мужа с ума. Что ты имеешь в виду? Однажды он увидел, как он плюет на утюг и спросил, для чего это делает. Она сказала, что проверяет, куряется утюг или нет. Ну и что здесь особенного? Ну, теперь он каждый раз плюет на суп перед тем, как покушать. Ненавижу своего. Что случилось? Сегодня попросил 5000 на салон красоты. Посмотрел на меня внимательный и дал 10. Петуха, я не понимаю, как ты мог так лохануться? У нее же на лбу написано, что она дура. Так у нее тогда была челка. Чего такой довольный? Все, что мне на день рождения угля с пластиковой спине подарила. Ты же говорила, что она тебя ненавидит. А я перед этим несколько дней гундосил. Я ненавижу пастику и спиндинги. Не дай бог мне кто-нибудь подарит. Только не говорю, что я много пью. Нет, ты просто мало закусываешь. У тебя есть какие-нибудь недостатки? Излишняя прямота. Я думаю, это наоборот достоинство. А мне плевать, что ты думаешь. А мне вчера собака укусила. Бешеная? Нет, нормальная. Стал бы я бешеный за хвост теркать. Вы вчера что делали? Или? А что вчера было? Деньги. А по какому поводу вчера вы гудели? Обмывали покупку. А что купили? Путылка водки. А чем отличается российский кот от европейского? Тем, что российский кот на генетическом уровне понимает, что просветить еды, мяукать утром 1 января не только беспислинно, но еще опасно для жизни. Кем ты по вечерам занимаешься? Играю на гитаре. А ты разве умеешь? А мы на гитаре в карты играем. Испортил кашу маслом. А к это ты умудрился? Масло оказалось машинное. Ты знаешь, я стал подозревать, что жена мне не верна. Почему? Представляешь, сейчас живем в другом городе, а сам техник все тот же приходит. А ты готовить-то умеешь? Да, я очень вкусно режу колбасу. А почему птицы улетают на юг? Потому что им трудно идти туда пешком. Слушай, у тебя машина при минус 25 градусов заводится? А я не знаю. У меня 25 не открывается. Тебе сколько зубу наложить? Как себе положило, так и клади. Ну нифига себе ты жрешь. Не иди туда. Да, дурак, не иди туда. Да, ужасы смотришь. Нет, нашу свадьбу. А есть ли у тебя мечта? Есть. И какая? Хочу бросить пить. А так, брось. А как жить потом, без мечты то? А что бы ты сделал, если у тебя был миллиард рублей? Переживал бы, что он у меня раньше был, а сейчас нету. А как ты относишься к ночной жизни? Очень хорошо. А что предпочитаешь? А что предпочитаешь? Он спрашивает, что ты здесь делаешь? А тот говорит, ну покемонов ищу. Ты что, уже пьян? Я над этим работаю. Патрона, ты вся такая грациозная, изяшная. Как это тебе удается? Понимаешь, народными танцами. О, интересно, а какими? А стриптиз? А разве это народные танцы? Ну не знаю, народу нравится. Ты слышал восьмую симфонию Чайковского? Естественно. А он их всего шесть написал. Короче, приходит мужик к врачу и спрашивает, доктор, пропишите мне, пожалуйста, успокоительные, надежные. А доктор говорит, возьмите поллетработки. А мужик говорит, а что-нибудь посерьезнее? Ну ладно, возьмите три бутылки. Лови покемонов, не отвлекайся. А нафига они мне нужны? Да они никому не нужны, но все ловят. Жизнь такая. Короче, влетает муж в комнату жены и кричит, жена, дом горит. Что в первую очередь выносить? Слышится приглушенный голос. Шкаф. А кто это говорит-то? А это мы, пиджаки. А вот что ты будешь делать, если увидишь, как я целуюсь с другой женщиной? Ну что, что? Ну, как верная жена, навещать буду тебя в травматологии. А ты не поверишь, у меня дома мебель разговаривает. Это почему же? Ну, сплю я однажды с женой, да? И вдруг шкаф говорит, твой уснул. Жена говорит, да, уснул. Шкаф говорит, ну тогда я пошел. А я ему говорю, куда ты пошел, я-то за тебя еще кредит не выплатил. Шкаф. Вчера возил дочку в деревню, показывал козла. А зачем? Ну, чтоб она знала, как выглядит настоящий козел. А то она, со слов матери, неправильно его себе представляет. Шкаф. Петруха, жизнь всего одна и только любовь одна. Давай, бросим все и убежим куда-нибудь. Матреона, а кто борщ варить будет? Варьи давай, сбежит она. А моя теща курить просила. Это почему же? Ну, я перестал ей давать деньги на сигареты, так как понял, что капля никотина не может убить такую кобылу. А правда ли, что вы мужики глазами любите? Правда. А почему тогда в темных очках ходите? Предохраняемся. Короче, мужик сидит и жалуется коту. Ты не поверишь, жена трое не родила. А кот отвечает. Не переживай, раздашь. Вот думаю, что бы мне взять с собой на море, что бы я вышел на пляж, и все вокруг обалдели. Лыжи возьми. Приходит мужик в магазин, гастроном хочет купить морковь. И спрашивает у продавца, у вас этот морковь не геномотогенный? А продавец говорит, а нет, а почему вы спрашиваете? Морковь говорит, да, почему вы спрашиваете? А ты что, унылая такая? Чуть внука утренник не сорвала. Не понял. Воспитательница велела родителям быть в масках. Так они же в каждой аптечке продаются. Вот все такие умные. А я одна маску крокодила одела. Ты где был? За хлебом бегал. И что, догнал? А мужчина, купите цветы. Да мне не нужно. Ну, жене купите, обрадуется. А нет жены, ушла. Ну, купите, вернется. Да этого еще не хватало. Сегодня видела, как какой-то тип попытался обнять твою жену. И это ему удалось? Нет. А ну, тогда это была не моя жена. Ты чего такой грустный? Понимаешь, когда я ухожу на рыбалку, мой сосед ходит к твоей жене. А ты не пробовал не ходить на рыбалку? Ну, пробовал. Ну, как подумаю, что в это время он ловит мою рыбу. Кого там хоронят? Да, вон, того мужика, который в гробу лежит. И вообще, а мужик своей девушке должен говорить только Люблю, куплю и поедем. Да, легко. Пиво люблю. Спиннинг куплю. На рыбалку поедем. Назови твою сильную сторону. У меня хорошее чувство юмора. Можно я позвоню тебе в понедельник? Хренодельник. А что это? Я тут кроссворд разгадываю. Что такое? Из трёх букв Человек, который приходится отдавать свои деньги взамен за еду Раб? Вот я тоже думаю, что раб. А жена написала муж. А если в лесу подтираешься, можешь дорогу найти? Я не заблажусь. У меня с собой крутой телефон с GPS и ГЛОНАСС. А если аккумулятор сядет? Эй, я всё предусмотрел. У меня с собой залядник. Ну, удачи тебе в поисках розетки. Трое рыбаков открывают бутылку. Оттуда вываливается дым и раздаётся голос. Я джин. Один из рыбаков говорит. Обалдеть. Обалдеть. Покупали то Хеннесси? Встречаются два старых приятеля. Один свежий, ухоженный, одет с иголочки, а второй потёртый, склоченный, весь в синяках. Спрашивают друг друга, как дела, как жизнь. Первый говорит. Всё окей. Фирма процветает. Работаем по японской технологии. Недовольный выпускает парт на чучеля начальника. Второй говорит. Мы тоже работаем по японской технологии. Но моё чучело кто-то на город спёр. Паишники вытаскивают из врезавшегося в дерево автомобиля троих пьяных вдрызг мужиков. И спрашивают. А кто из вас бирдл за рулём? Вот он говорит. Мы... Мы все были на заднем сиденье. Я ужасно беспокоюсь. Мой внук вовыска куда-то исчез. Да не волнуйся. С ним ничего не случится. Его ведь весь район знает. Ну, пою, что его сегодня никто не узнает. Я его только сегодня утром помыла. Что-то в последнее время денег стало не хватать. Ну, как давно? Ну, последние лет десять-пятнадцать. Петруха, а ты знаешь, кто врёт про тебя твой бухгалтер? Это не важно. Лишь бы не говорил правды. Муж предупреждает жену. Сегодня приду поздно. Жена говорит. Наверно, опять туполь пьяный придёшь. Три часа ночи вваливается туполь пьяный муж и кричит гневно. Ну что, накаркала, дура? Мужик звонит по золотому телефону. Автоответчик отвечает. Звонок, который вы набираете, не отвечает. Мужик спрашивает. Что, зачем? Нет, блин. Первые четыре цифры ответили, остальные молчат. Мужик говорит. Ну, посмотрите, пожалуйста, там на кухне свет горит или нет. Племянник говорит тётю. А, благодарю вас, тётя, за подарок. Тётя говорит. Да, не за что. Племянник говорит. Ну, я тоже говорю, что не за что. Ну, мама говорит, что надо поблагодарить. Одного мужика жена пилила каждый день. Покоя не давала. Ну, тот мужик пошёл к колдунье. И так рассказал. И договорились. Колдунья дала ему снадобья. И сказала, что жена это выпьет и исчезнет. На следующий день приходит мужик и кричит. Что ты наделал, старая? Она говорит. А что так? Жена исчезла? Исчезла. Так, а какие проблемы? Ну, звук-то остался. Продавщица спрашивает у покупателя. Вам пакет нужен? Нет, спасибо. Сколько с меня? С вас 3400 рублей. Нет, по моим расчётам выходит 1800. Ну, понимаете, прошла акция. Цены поменялись. Не успели ценники поменять. А, ну понятно. Ну хорошо, вот вам 5000 рублей. Нет, подождите, а что это? Это какая-то бумажка. И цвет не тот. Ну нет, просто деньги старые, 95-го года. Просто не успел поменять. Подписываемся. Парень с девушкой приходит в кафе. Девушка говорит, я буду мартини, допстере, роллы с чёрной икрой. Парень говорит, ну нифига ты раз похотела. А мне кофе. Разговаривают Вовочка и Петуха. Вовочка говорит, ваша дочь только что согласилась стать моей женой. Петуха говорит, ну сам виноват. Нечего было шляться сюда каждый день. Жена приходит из корпоратива, пьяная. Муж в комнате спрашивает. Солнышко, что у тебя там упало? А, моя шуба. Что, с таким грохотом? Ну, просто твое солнышко из неё вылезти не успело. Жена приходит умой с большой сумкой. Проходит в зал и достаёт пиво, воблу, раков. А, милый, это тебе? А ты почему футбол не сморбишь? Муж говорит, сильно? Нет, не очень. Только пампер, фары и капот. Преподаватель заходит в аудиторию и спрашивает. Ну что, кто знает на пять? Поднимается несколько рук. Давайте зачётку. Довольные студенты уходят. Преподаватель спрашивает. А кто знает на четыре? Рук уже больше. Ну что, давайте зачётку. Ставит им хорошо и выпускает. А кто знает на три? Тоже так же история. Остаются только несколько человек, нерешительные, рвущие на себе волосы за нерешительность. Профессор говорит. Ну что, остались те, кто считает себя двоечниками? Перездача? Ну что, перездача? Кто сдает на пять? Пердюха, закрой форточку. На улице похолодало. Ты что думаешь, если я закрою форточку, на улице станет теплее? Мой ребёнок наелся песка. Я дала ему много воды. Что нам теперь делать? Следите, чтобы он теперь не наелся цемента. А где зарплата? Украли. У какой такой? Крали. Да, я услышал новый анекдот. Я тебе его уже рассказывал? А он смешной? Очень. Значит, не рассказывал. Петуха, ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Да. В деревне, за скотиной. Вот этим летом поеду на необитаемый остров. А твоей жене такая идея понравится? Ещё как понравится. Она там, наверное, уже соскучилась. Другая, дай мне, пожалуйста, соль. Это ты сейчас что имеешь в виду? Что я не досолила? Что я плохо готовлю? Что я не умею готовить? Да пошёл ты нахер, козёл вонючий. Очень весело повёл Татьяна Дель. Ты сидел дома и бухал везде. Ну, а я как сказал? Не кричи на меня, а то заболеешь. С чем? С чем? Ну, чем-чем. Переломом челюсти и за спасением мозга. Вовочка пришёл домой со школы, довольный. Мама, я олимпиаду по зоологии выиграл. Мама говорит, да? А какие были вопросы? А, спросили, сколько ног у страуса? Я ответил, что три. Мама говорит, так у него же только два. Ну, все остальные сказали, что четыре. Заходит блондинка в аптеку. Мне подходит продавец-консультант. Я могу вам чем-то помочь? А скажите, а у вас есть медицинское образование? Да, я окончил медицинский университет, фармацевтический факультет. Без троек? С красным дипломом. А, ну хорошо, я тогда спокойно. Дайте мне, пожалуйста, пачку ваты. Гладинка у врача. Доктор, я нашла в коробке из-под принтера пакетик с надписью «Не есть» и съела. Доктор, скажите, я умру? Доктор говорит, ну, вообще-то мы все умрём. Ой, все умрём. Ну, и что же я наделала? В магазине жена говорит мужу. Дорогой, я так рад, что ты мне сейчас купишь эту шубу. Муж говорит, разве я это говорил? Нет, но ты говорил, что наши мысли всегда сходятся. Мужик приходит к врачу. Доктор, помогите. Меня жена бросила. Врач говорит, так это вам не ко мне, к психоаналитику. Мужик говорит, а кому нафиг психоаналитику? У меня башка трещит, она меня со второго этажа бросила. На станции техобслуживания автомобилей один мужик начал каждый день менять масло. Утром оставляет машину, вечером забирает. Его работник автосервиса спрашивает, а почему вы каждый день меняете масло? Тот говорит, ну я вам скажу, но вы обещаете еще все равно менять, продолжать менять. Ну хорошо, я обещаю. Вот вы скажите, вот я работаю здесь недалеко, платная стоянка стоит 5 долларов в час. Я работаю 8 часов в день. А поменять масло стоит 20 долларов. В древнем Египте, например, некоторые строители пирамид получали 4-5 литров напитка в день. Ведь в древние времена алкоголь считался неплохим источником обитания. О как! А ученые ломают голову, как строили эти пирамиды. Толпа дубухих мужиков и одной проблемы меньше. Чего только с пьяной не наворотишь. Дорогой, дождь идет. Скажи, что меня нету. Пароль-то и забыл, наверное, о каш. А, что это я забыл-то? Водка. А где корова моя любимая? Ты что, Петруха, 20 лет прошло? Так я и спрашиваю, где моя корова? Да ты что, Петруха, коровы 8 лет живут. И где корова? Ты в какой науке силен? В сиологии или в механике? В механике. Что мало с твоей коровы? Петруха, ты хочешь мне что-то сказать? А я хочу тебе что-то напить. Короче, судья спрашивает. Что же вы делали, Петруха, в 2 часа ночи в зале банка? Оттуда-то отвечает. Ну неужели непонятно за господин судья? Покемонов ловил. Надписи на капоте машины. Петруха, зайди в одноклассники. Матрона. Матрона, так больше не делай. Петруха. Петруха и Матрона, вы покойники, хозяин машины. А Петруха, это миллион, это мало или много? Матрон, это зависит от того, хочешь ты его заработать или потратить? Ты замужем? Конечно. Ну и как? Ну как детский блин, с чужими дятами не гуляй, то поздно не ходи. Почему обещанного 3 года ждут? Потому что согласно статье 196 ГК РФ, через 3 года истекает срок исковой давности. Ты по-прежнему один? Жениться тебе надо? Зачем? Ну, рожи больно радостные. Интересно, а твой Петруха помнит тату вашей свадьбы? А к счастью, нет. А почему к счастью? Ну, я напоминаю ему в год несколько раз об этом и получаю подарки. Блин, а что мне теперь сказать? Правда? Какую? Ну, не знаю, придумай что-нибудь. Мадам, что у вас за такой интересно подобранный парфюр? Его аромат так и витает в воздухе. Окутывая и дурмане меня. Берегар, месье. А почему люди влюбляются друг в друга? Ну, им, видимо, мало тех проблем, которые у них уже есть. Это что за татуировка у тебя на спине? Восемьде восемь, двенадцать, ай, а? Это не татуировка. Это жена нажала на газ, когда я караш открывал. Мужик пьяный в дрова приползает утром с гулянки. Жена его встречает с веником в руках. Увидев это, он становится на колени и начинает. Матрена, не улетай. Это было в последний раз. Не звони мне больше. Да я даже твоего номера не знаю. 1890, 1863, 84. Не звони мне. Пятуха, ты машину от снега откопал? Да блин, откопал уже пятую, и то опять не моя. Ну что, Мартона, сегодня бухаем? А разве для этого есть повод? 20 сентября 2016 года, такой день раз в жизни бывает А как твоя личная жизнь? Как 30 февраля Ну ведь 30 февраля не существует Вот именно А за что тебя сокрыли? За распитие пива в общественном месте А почему в дурдом? А пиво было безалкогольное Что-то левая рука чешется, наверное, к деньгам Не дам Ну вот я понимаю Я все понимаю, ты пьяный пришел Ну почему у тебя вся спина поцарапана? Мартона, ты не поверишь Идти не мог Урел принес Мартона, если на огороде в этом году не урожай Какие могут быть объективные причины? Ну, погодные условия А еще? Ну, забыли посадить Если ты и дальше будешь так быстро тратить деньги Мы останемся вообще без копейки Это меня не тревожит, дорогой Я вышел за тебя замуж не из-за денег, а по любви Чеш-то поезд в пляже не тратил на путешествия Вот ты эта маршрутка подорожала, да? Да Мартона, ты такой, что такое специальное? У меня сумку украли Да? Наверное, там были ценные вещи? Нет А что ты такая специальная? А мне просто стыдно Мне и был такой поспорядок Привет Привет Абдаллад Нормально Что делаешь? Да вот, подвожу статистику Что за статистика? Да вот, считаю Кто за день сколько раз мне сказал такие тупые фразы, как привет, как дела, что делаешь и понятно? А, понятно Идет суд, судья говорит Кто еще раз скажет, а далай судью, будет удален на улицу Через некоторое время раздается звук А далай судью Судья поворачивается и говорит Обвиняемый, к вам это не относится Учительница спрашивает А дети, скажите, пожалуйста Что нам дает курица? А Маша, пожалуйста Маша говорит Ну, курица нам дает яйца и мясо Мария Ивановна говорит Правильно А Петя, скажи, пожалуйста Что нам дает овца? Петя говорит Ну, овца нам дает шерсть и мясо Мария Ивановна говорит Правильно «А волочка, скажи, пожалуйста, что нам даёт корова?» Болочка говорит, «Ну, корова нам даёт домашнее задание». Болочка спрашивает до отца, «Папа, а что такое некомпетентность и равнодушие?» Отец говорит, «Не знаю, да и по барабану мне». Учительница спрашивает, «А дети, скажите, пожалуйста, чем отличается жизнь до Октябрьской революции и сейчас?» Болочка говорит, «Ну, до Октябрьской революции говорили, шёл вон, а сейчас говорят, приходите завтра». Один мужик привёз деревню Уголь на телеге и кричит, чтобы слышали все, «Эй, кому Уголь? Я Уголь привёз». Лошадь поворачивается и говорит, «Ага, ты привёз». Приходит к фотографу в фотосалон семь боксёров и говорят, «А сфотографируйте нас, пожалуйста, вот так. Типа мы трое с этой стороны, а прям с кулаками на этих четверых, которые отходят испугавшись. Две штуки надо». «Ну, фотограф фотографировал, делал две фотографии и спрашивает, «Зачем вам такие фотографии?» Они говорят, «Ну, фотограф, это тренер нам сказал, чтобы мы фотографировались три на четыре, две штуки». Разговаривают две санитарки в роддоме. Одна из них спрашивает, «А кто там плачет громко? Не та ли тройня, которая родилась сегодня ночью?» Другая говорит, «А нет, это их отец в коридоре». Сказывает блондинка, «Ой, девки, я вчера напилась, отрубилась, а потом проснулась и начала танцевать на столе». Девки говорят, «Ну, с кем не бывает?» Младенка говорит, «Ну, так-то оно, так, но у патологоанатома сердечко слабенькое оказалось». Врач говорит, «Больная, что за хандра? Вы у меня еще жить будете?» Больная говорит, «Ура, я буду жить у доктора!» Молодая мамочка с энтеоизиазмом говорит, «Ой, наш вчера только впервые сам ходить начал». Мать троих детей устала, говорит, «Ну все, вам капец». Идет суд. Судья упрощается к свидетелю, «Вы только что сказали, что обвиняемый, честный и правдивый человек. А чем вы это можете доказать?» Свидетель говорит, «Ну, я с собственными ушами слышал однажды, что он рассказывал, что целый день сидел с удочкой и ничего не поймал». Каишники прибыли по вызову на ДТП и увидели перевернувшуюся машину, возле которой курила расфуфиренная бабенка. Нервно курила? Его спрашивает, «Ну, как же это произошло?» Она говорит, «Ну, еду я с ночи, смотрю, елка, это поворачиваю направо, опять елка, поворачиваю налево, опять елка, опять поворачиваю направо, опять елка». «Ну, и перевернусь нафиг!» «Да ты что, тут же радиусы 10 километров ни одного дерева нету!» «Ну, не знаю». А другой Каишник в это время осматривал ее тачку и говорит, «Да это у нее на зеркале освежитель болтается». Мать спрашивает у дочери, «А доча, как вы там живете в деревне?» Дочка говорит, «О, мама, хорошо, муж меня любит, оберегает, не бьет, я даже трава не ношу, они за мной сами летают». «Че что, говорит зятю?» «А зятюк, оказывается, ты уборщиком подрабатываешь?» А зять говорит, «А что вы это взяли?» «Ну, не знаю, вроде бы тебя то с одной шваброй видели, то с другой». «А зятюк, стоящий около дороги Лексус наезжает газель. Из Лексуса вылетает четыре спортсмена с битами. Из газели выходят четыре ОМОНовца с автоматами. После непрерывательного умолчания ОМОНовцы спрашивают, «Ну, что встали?» «Спортсмены говорят, да вот, поломались». Заходит мужик с ребенком в парикмахерскую и говорит, «Давайте я сначала я подстригусь». Потом мальчик подстригли мужика и он говорит, «Вы мне мальчика подстригите, я пока за газетами спегаю». Ну, он ушел, мальчик подровняли, всегда ждут отца, в зал ждут, второй отец не идет. Прикмахерская говорит, «А что это твой отец долго не идет?» Мальчик говорит, «А это не мой папа?» «Это дядя подошел ко мне и сказал, чтобы поможет бесплатно постричься». Врач говорит, «Простите нижнюю строку». «А, не могу». «Э, батенька, да у вас близорукость?» «Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, теперь я что, близорукость?» «Какой кот ходит на двух лапах?» «Не знаю». «Карфюнд, какая мышка ходит на двух лапах?» «Не знаю». «Микки Маус, а какая утка ходит на двух лапах?» «Дональд, так?» «Любая идиот». «Молодоженный загорает на морском берегу. Жена говорит мужу, «А, смотри, смотри, вон у той девушки платье точно как у меня». Муж говорит, «Ну и что, вон у того парня тоже шорты точно как у меня, я не переживаю». «А вон у того шлепанцы и футболка как у меня точно такие же». Жена говорит, «А, подожди, подожди, а мы дверь, номер закрыли?» Тачники в электричке хвастаются друг перед другом. Один говорит, «Ох, в этом году я вырастил яблоко, положил я ее на табуретку, табуретка сломалась». Второй говорит, «Это что, я положил яблоко на стол, стол сломался». Третий говорит, «Вот, я вырастил яблоко, положил его на телегу». Телега спрашивает, «А что, телега сломалась?» Телега не сломалась, но вылез тервяк и съел лошадь. Мужик пришел в аптеку. Аптекарша спрашивает, «А что вас интересует?» Мужик говорит, «А подождите, подождите, сначала я возьму валидол, потом посмотрю цены». Волочка спрашивает у папы, «Папа, а правда, что меня в капусте нашли?» Отец говорит, «Правда, правда, вчера в капусте, позавчера за гаражами, завязываюсь с барматохой». Волочка спрашивает у папы, «Папа, правда ли, что меня вчера?» «Иногда нужно все разрушить, спалить все дотла, чтобы начать все сначала». «Там переносно в смысле говорилось, положи канистру, пожалуйста». Отговаривает две блондинки. Одна из них говорит, «Ну как ты могла назвать меня дурой при всех?» Другая говорит, «Ну извини, ты же не предупреждала, что это скрываешь?» «Почему компьютер начинает пищать, если нажимать одновременно несколько кнопок?» «Ну это для того, чтобы разбудить промыслов, которые уснули на клавиатуре». «Петуха, у тебя хорошая зрительная память». «Да, а что?» «Ничего, просто я распил твое зеркало, перед которым ты бреешься». «Дорогой, ты опять не покормил кота вчера вечером». «Ну с чего ты взяла? Вон он лежит и спит спокойно и даже не просыпается». «Ну если бы он был сытый, мы бы с ним не встретились ночью около холодильника». «Матрена, зачем тебе уши? Ты все равно меня не слышишь». «Я за ушки волосики заправляю». Встречаются двое учительниц. У одной из них, несмотря на полугодовую задержку зарплаты, вид весьма респектабельный. На вопрос, откуда она говорит. «А мне удалось издать в качестве книги анекдотов с ученением моих учеников». «А давай курить бросим». «Зачем?» «Ну как же, это какая экономия на месяц?» «Ну тогда давай и пить бросим». «Ну вот, нахрена тебе столько денег?» «Самая большая ошибка в твоей жизни?» «Сочинение по-русскому не выделил твой причастный брат сапотыми, до сей пор просыпаясь в холодном поту, а когда напеваешь, звонок училки по-русскому и дышу в трубку». «Вы мне деду дали двадцать долларов». «Ну правильно, на прошлый раз я тебе дал на двадцать долларов больше, что же ты молчала?» «Потому что если вы один нас ушиблись, на это можно закрыть глаза, а второй это уже слишком. Петуха, на каком уровне ты знаешь английский язык?» «Понимаю по интонации, что происходит». «Дорогая, с этого завтрашнего дня я бросаю пить». «А кто же тогда будет называть меня красавицей?» «Мама собирается на работу дочке четыре годика. Я ухожу на работу, ты запри дверь и никому не открывай». «А хорошо, мамочка». Отошла немножко, думает, надо проверить. Вернулась, постучала и толстым голосом и пришли к вам проверять газовое оборудование. Открывайте дверь. Девушка, девушка, пасем. А пошли вы все нахер, мы углем топим». «Мы с женой едем на пляж, где много, много хорошеньких студентов. Им мне нужны черные, черные очки. А зачем? Чтобы жена не видела, куда я смотрю. Подписываемся. Этот монах еще при жизни объявлен святым. Почему? Потому что он сохранил обет молчания, даже после того, как попал молотком по пальцу. «Скажи, дорогой, у меня красивые волосы». «Красивые? А глаза? Нос?» нос таз». «Подожди, ты что, в зеркале не отражаешься?» В русской версии популярной игры покемонов можно будет не только ловить, но и сажать на 15 суток. «Нет больше драконов, с которыми надо сражаться ради принцесс». «Да и принцесс тоже нет, так ровно так же, как и рыцари». «Да и вообще я зря столько выпил». «Почему в России непопулярны каратэ, тайский бокс и другие единоборства ударами ногами?» «Ну так погода не та, пока сапог из грязи вытащишь». Пьяный мужик вываливается из ресторана и начинает водить руками по крышам автомашин припаркованных. прохожий ему говорит, «Так ты свою машину не найдешь, на крыше номеров нет и марки непонятные». Он говорит, «Отвали на моей мигалке». Дочка спрашивает у матери, «Мама, ты любишь ходить по сейкам?» «Мама говорит, да, люблю». «А ну, тогда я ушла в твоих туфлях». На лавочке у калитки сидят две бабульки. В это время мимо проходит пьяный стельку мужик. Одна бабулька говорит другой, «У Петровых каждый знает свое дело. Он огонит самогон, он его рекламирует». Подписываемся, кликаем на колокольчик.